Давайте разберёмся, как вводить и выводить двумерные массивы. Итак, в задачах, где нам нужно будет воспользоваться двумерными массивами, нам будут даваться количество строк и количество столбцов. Обычно их обозначают как N и M. После того, как мы введём N и M, то есть количество строк и количество столбцов, нам нужно будет построить, создать массив с таким количеством строк и столбцов. Например, давайте рассмотрим, есть ли у нас только одна строка и сколько-то столбцов. Заметим, что этот частный случай похож на одномерный массив. То есть у нас есть одна строка и сколько-то столбцов. То есть это одномерный массив с количеством элементов равным количеством столбцов. Как мы до этого делали? Мы считывали всю строку в переменную, далее делили ее по пробелам, и у нас получался массив строк. Мы проходились по нему циклом, конвертировали каждую строку в целое число и записывали соответствующий элемент массива. Здесь ничего не изменилось, в данном случае, если у нас одна строка. Мы делаем то же самое, только мы записываем в первую строку, в нулевую, с индексом 0. Если у нас будет много строк, то у нас будет все то же самое, только у нас будет меняться первый индекс. То есть у нас будут заполняться соответствующие столбцы в зависимости от строк. То есть мы считываем одну строку, делим ее по пробелам, заполняем. Считываем строку, делим по пробелам, заполняем. Это в нем только меняется, в какой строке мы все будем заполнять. В какой строке мы будем перебирать во внешнем цикле и. Оно идет от 0 до n-1, то есть сколько строк. И внутри циклов позже у нас фигурирует это i. То есть до этого было 0, а теперь i. Так как у нас строки меняются от 0 до n-1. Вот и все. Давайте рассмотрим теперь, как выводить двумерные массивы. Давайте опять начнем с того, если бы у нас в массиве, в двумерном массиве была только одна строка. Мы бы прошлись от 0 до количества столбцов минус 1. И здесь равно. И просто обращались бы к соответствующим элементам в нулевой строке. То есть первый индекс, индекс строки мы бы указывали всегда 0. А номер индекс столбца у нас бы изменялся. И выводили бы все на одной строке. То есть использовали бы консоль в write, какое число и плюс пробел. То есть мы выводим числа в массиве через пробел. Что изменится, если теперь у нас будут не одна строка, а три строки, например? У нас останется все то же самое, только нам нужно будет, во-первых, обращаться к соответствующей строке. И после того, как мы выведем строку, нам нужно будет смещаться на новую строку. Чтобы все не вывести на одной строке. Давайте рассмотрим, как это делается. Итак, у нас внешний цикл по строкам от 0 до n-1. Внутренний цикл у нас по столбцам. И для каждой строки мы пробегаемся по столбцу. Выводим a и t, j, добавляем к нему пробел. И все. А после того, как мы вывели всю строку, пишем команду console.writeline. «Переведи, пожалуйста, на следующую строку наш курсор». Внутри мы ничего не выводим. Мы просто перемещаем наш курсор. После того, как переместили, у нас опять пошел внешний цикл сначала. Опять выведется следующая строка. Опять курсор сдвинули. Опять вывели, опять сдвинули. Итак, столько раз, сколько у нас строк. Продолжение следует...